Да, славя Богу! И пусть и в нашем собрании, пусть славится имя Христа, имя Иисуса, в том числе и вот на музыкальных тоже инструментах, пусть разные музыканты, впоследствии, думаю, будет у нас такое, что на разных музыкальных инструментах будут славить Господа Иисуса. Полагаю к твоим ногам, мой венец и мою корову, эта жизнь мне дорога. Кривать на мои погоны прихожу пред твою лицо, и смиренно, склонив колени, я соскучился за дворцом. Так бывает с его твореньем, Боже мой, Иисус. Пред твоим престолом, низкая славусь, Господь достойный не голубов, а важнее слов, обещаний и посулов веком, мне бы видеть твой светлый взор. Будь с тобою, мой Боже, из песни этой, я бегу во дворы твои, и не только псалмы Давида, но теперь слова мои Воспеваю твое величие, милый Боже мой, Иисус. Песни с н yourselves. Низкая сквозь Достой Мне так дорог твой нежный взгляд Но вас музыка и слух ласкает Мое сердце волнует любовь твоя Что сказать, не испеть Я совсем не знаю Я теряюсь и не жду Но мне нравятся эти встречи Я и завтра к тебе приду Будет новый наполненный смыслом Вечер, Боже мой Иисус Пред твоим престолом Низкая склонюсь Низкая склонюсь Иисус Ты достоин Боже мой Иисус Вечер, Боже мой Иисус Вечер, Боже мой Иисус Ворону Эта жизнь мне недорога Не певать На мои погоны Я бегу во дворы твои И не только псалмы Давида Но тебе слова мои Воспеваю твое величие милы Боже мой Иисус Вечер, Боже мой Иисус Боже мой А эта песня Вот Да Расскажите как раз Иисус Да? У вас брат Да Есть такой парень Давным-давно Когда-то мне дали диски Его послушать Ну там были разные Христианские пульсы И в том числе какой-то незнакомый Максим Нестеренко И вот потерялся у меня Спустя много лет Этот диск Концов я его не нашла И так бы удалось Что мне удалось найти этого парня По телефону с ним пообщаться Он мне даже помог Ну Может не так как он поет Но выучить его песни Поэтому он очень хотел Чтобы его песни служили Во славу Богу Не в коммерческих целях И вот теперь его песни будут петься Еще есть одна такая старая песня Ну ее поют Это уже не его песня Нет Это не его песня Я думаю Что ее Многие Знают Или слышали Она мне очень нравится Она старая Она очень такая Может если кто-то знает Помогите мне Я подпеть В полдалеком холме Средь веки Выскал Сквозь седые века Старый крест простоял Миллион 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 Опслей Желез Sono Миллион Все Сила есть, сила есть, сегодня может Бог Исцелять разбитые больные сердца, Каждому пришедшему открыть небесо. Иисус, дорогой, под ножья Христа, На далеком холме я увидел тебя На пронзенных руках и застывшая кровь, А в красным глазах божьим людям любовь. Старый крест, старый крест, не броский, но лишь в нем Сила есть, сила есть, сегодня может Бог Исцелять разбитые больные сердца, Каждому пришедшему открыть небесо. Старый крест, старый крест, не броский, но лишь в нем Сила есть, сила есть, сегодня может Бог Исцелять разбитые больные сердца, Каждому пришедшему открыть небесо. Хороший псалом, я просто слов не знаю, Куплет запал мне тоже душу тогда. В Минске, кстати, в Безумусе слышал Первый раз этот псалом. Старый псалом, в общем, в баптистских церквях, Я выночу, я сегодня очень прослужена, Поэтому, слава Богу, всегда уже столько пообещала. Бывает, Господи, благостри, Можем сестру Божию, и пусть поет во славу мою. И вообще, из предложения, возможно, Просто я какие-то такие песни, Которые легко поются, как хоровые, Распечатать или переписать. Да, да, давай. Мы можем подпевать, потому что Многие, наверное, просто даже не знают эти песни. У меня сборник был, пес «Везрождение», Было столько, их не знаю, 15 было, Потом с переедома все пропало, Куда, что, вот так вот. А там все эти песни есть, Все эти псалмы есть, все эти. Ну вот, очень хорошие. Слава Богу. Есть еще одна песня, у меня просто здесь, И нет, она там. Я надеюсь, что там это будет. А вот чехол здесь будет? Да. Она очень проста, Для общего исполнения, Такая несложная. Я ее попробую спить. Если, ну, если вы сложите, Покойте мне. Если я буду где-то ошибаться, Обращать внимание, Выздоровлю будет лучше. Да. Манит сердцем. Сейчас я войду в тоналис. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Играет музыка Играет музыка Играет музыка Он нас делал родными, Он нас делал друзьями, Дал нам новое имя, Нас зовут христиане. Он нас делал родными, Он нас делал друзьями, Дал нам новое имя, Нас зовут христиане. Он дарует спасенье, мир радость безмеры И второе рожденье, только искренне веруй Он нас сделал родными, он нас сделал друзьями Дал нам новое имя, нас зовут христиане Он нас сделал родными, он нас сделал друзьями Дал нам новое имя, нас зовут христиане Слава Господу! Хорошая песня, я помню В Лязани как раз там в Питву, пару лет назад Там как раз собрание было такое межконфессиональное, межцерковное Там были баптисты пели, свое спели, бесятники вышли, спели свое, харизматы вышли Адвентисты, каждый что-то свое спел, стихи какие-то там сказал, короткие молитвы и прочее Получилось все так довольно дружно, это хорошо И там фактически все были основные церкви, какие-то рязанские есть У меня там друзей полно В Лязани я начинал как традиционный священник православный служить, поэтому я там знаю И в первой этой баптистской церкви, я там все время проповедую, на бутырках называется Там район такой бутырки называется, в Лязани И вот как раз сделали вот этот гимн как раз у них вступлением и потом кульминацией Да, в общем, в конце там сделали, что за руки взялись, пели, музыканты играли, и вот пели, долго пели Запомнился мне как раз припев Вот, и там тоже говорил слово Я там был единственным в рясе, поэтому микрофон не был обеспечен Значит, как бы, значит, народ был очень доволен, что батюшка с нами Вот, я им сказал, значит, как говорится, правду-матку, значит, об Иисусе Христе И вот говорю, что, значит, да, вот семья-то мы, как там поется, что одна семья, как там? Или как там? Одни, да, да, да Да, значит, что, значит, ну, хорошие песни, хорошие слова, говорю Но, говорю, значит, мы родные, близкие, все Но, говорю, значит, семьи бывают разные, вот, значит, и, говорю, христианство, как семья, часто такая, ну, скандально известная семья Ну, значит, да, значит, честно говоря, но, слава Богу, по милости Господней Господь даже может угомонить любую семью, да, и христианскую тоже успокоить Вот, я и рассказывал, что наша беда вся, вот, если, как, ну, на примере, допустим, семьи отдельно взятой, да Вот, так и на уровне всего христианства, может Беда, когда, когда все, как лебедь, рак и щука, как бы, да, значит И когда все, там, эти музыканты, как не садитесь, все, вот, как, не годитесь Вот, а когда есть, действительно, лад, когда есть такое общее устремление И я, там, например, уже привел я протестантские красные издания были, все эти на входе там, бесплатно раздавались И там, ну, такая вот стандартная, обычно такая уже, очень известная такая схемка такая нарисованная была Значит, духовная истина, там, молитва покаяния И, как бы, такая иллюстрация, вот, там, групп, начерчен, допустим, значит И, там, такие, как, различные стрелочки, такие, движения, все, кто куда очень двигается А в центре Бог, значит, подписано было И, вот, и второе изображение, там, значит, все стрелочки, они, как бы, в центре устремлены к Богу И, вот, показано, как раз, смотрите, очень хорошие иллюстрации будут Вот, значит, и на примере, тоже, и семьи, или, допустим, там, конфессии, церкви, там, или всего даже христианства глобально, если брать То, значит, наше устремление к общему нашему центру, да, к Господу нашему Богу, вот, тогда мы едины по-настоящему А когда, вот, кто, как левит и рак и щука, все, каждый на себя делал, оценят Тогда, конечно же, никакого лада не будет Тогда, значит, и, вот, действительно, тогда христианство у нас, как бы, так вот, скандально известно А когда к общему центру мы, к одному Господу Иисусу Христу, к Духу Святому, к Отцу Небесному нашему Тогда, все, тогда это уже не скандально известная семья, а, вот, благодатью известная семья Слава Богу, Господь пусть благословит нас во имя Иисуса Христа, да, мы сделаем это тоже, нам будет этим заняться У нас, как бы, вот, такого прославления, какого-то, надо нам расшевелиться Потому что без прославления, без песен, как-то, ну, не знаю, оно не то Знаете ли, даже еще Мартин Лютер говорил, что для дьявола ничего страшнее нет, чем поющий христианин Воспевающий Бога христианин Всему на зло, да, да, всему, на перебор всему на зло, да, значит, всем спатьян на зло, славят Бога Как вот пример тот же самый, тот же самый Мартин Лютер приводил, кстати, пример О братьях, да, вот, Павел и Сила, да, проповедовали, да, их там избили, бросили в каземат Но они, слава Богу, значит, знаете ли, ночью, они не плакались там, значит, знаете ли, вот, и не прокинали, вот, судьбу Знаете ли, а благодарили Бога за все, славили Господа, и Бог совершил чудо, что и земля потряслась, там, и узы у всех ослабили, и у них, значит, там, и у всех, кто слушает, вот, ослабили Вот, и стимичный страж, там, и все, короче, ну, чудеса стали происходить, слава Богу Так что, когда мы славим Бога, тогда вот действительно чудеса происходят, вот, и Мартин Лютер, вот этот Кинг, который, американский реформатор Баптистский пастор, он был баптистский проповедник, вот, я был в этой Баптистской церкви, где он был пастором, ну, большую часть своей жизни Практически всю свою жизнь, вот, старая церковь, там, собрание сейчас редко проходит, она больше как музей Это церковь, а сама церковь, она жива, она построила церковь, новое здание, а старое здание, оно маленькое совсем Ну, скажу так, вот, чуть больше, там, то есть, оно там, это, как бы, десяток, там, добрый человек собирался, значит, они молились Маленький алтарь, такой, значит, кафедра, вот, он говорил, слово там, значит, и, там туда заходит сейчас, как, как капличка, знаете, вот, как просто зайти помолиться И там музей, как бы, и там включают этот, как сказать, голос его все время Между собраниями, между, там, этими молитвами, какие там происходят, если, то, включает его, запись его проповедей, его учений Вот, очень интересно, значит, там, я, как бы, ну, я английский плохо знаю, но, понятно, что очень, так, зажигательно И все там, Jesus, Jesus, ну, все, молодец, с этим африканским этим, своим афроамериканским акцентом Вот, значит, и, интересно, что, вот, Мартин Лютер Кинг тоже, когда было тяжело очень, и когда, значит, что, действительно, вот, казалось, идея, вот, реформация, да, с которой он поднялся тогда Она казалась уже несбыточной мечтой Даже друзья его, соратники, уже говорили, Мартин, просто, ну, бросай, оставь, не сейчас, это, потом, может, когда-то Америка созреет к этим реформам, но не сейчас Сейчас времени не то еще, вот, но он не сдавался, и его там и полиция арестовывалась, вот раз, и штатовали его, вот, за нарушение этих предписаний законов Ну, законов, которые, ну, беззаконные законы, просто-напросто, вот, значит, и он продолжал их нарушать, значит, там, допустим, он, как черный, чернокожий, да, значит, не мог, допустим, там, быть, ну, по тем же, так же, самым, этим тротуаром, по которым белые ходят ходить Вот, в Джорджии были такие законы, допустим, вот, значит, допустим, автобус подъезжает, значит, в передней написано, первая дверь это для белых, а за две дверь это для черных там заходишь. Много других таких странах предписаний, которые уже, ну понимаете ли, еще два-то там сто лет назад еще они казалось там нормально воспринимались и были как бы еще имели какое-то оправдание, понимаете ли. А уже после Второй мировой войны уже это не имело никакого даже вообще оправдания уже подобное, ну варварское просто-напросто. И вот его в очередной раз там, а он даже за кафедру выходил, там уже они приходили, уже заранее там брали помидоры какие-то, ну короче бросали у него. Он выходил с кафедрой весь как натюрморт в этих в овощах, значит освистывали и считали, что это сумасшедший черный, который слишком много взял на себя. Вот среди христиан, понимаете ли, вроде все христиане, но вот такие всякие эти какие-то мракобесии порой уживаются очень сильно, значит даже среди, казалось бы, верующих. И знаете, вот Бог дал ему несколько слов, вот которые его очень сильно укрепили тогда. И вот, и что интересно, давал ему псалмы писать. Он сам стал сочинять псалмы, некоторую он написал прямо будучи в полицейском участке, как обезьянники, как они у нас называют, где-то закрывали его. Значит Бог дал ему некоторые псалмы, но уже выйдя из полиции он записывал это все, значит и потом набирали тоже какие-то аккорды там, исполняли в ДСР эти псалмы. А потом некоторые псалмы те стали гимнами американского пробуждения, некоторые до сих пор исполняются в церквях, кстати. Вот, и когда на город Вашингтон объявлен был марш, вот, и ручейками люди шли пешком с транспарантами, с местами с писаниями, значит там, значит там, с библиями там, вот. Были неверующие, конечно, тоже подключились, они в своем как бы это хотели использовать это все в ключе, но основная масса была именно вот и белых, и черных, вот именно была как раз именно с христианским шло и лозунгом, и как бы намерением. Ну, представьте, шутка, или больше миллиона человек, значит, в городе Вашингтоне, значит, большое собрание прямо погибло открытым. И вот он там, как раз Мартин Людер и проповедовал вот эту пробоведь, которую обычно его и знают люди. У меня есть мечта называется. Просто он ее никак не назвал, но во время этой пробования он часто повторял эти слова «У меня есть мечта», что он опять говорил, «У меня есть мечта», и дальше рассказывал, и вот, значит, поэтому эту пробоведь обычно и называют «У меня есть мечта». Вот, и вот обычно Мартин Людер Кинг вспоминает по этой пробоведи «У меня есть мечта» и по этим псалмам, которые он записал. Вот, и интересные псалмы такие, значит, некоторые псалмы, вот, действительно, они вот как гимны, вот, гимны пробуждения. Вот, и есть разные переводы, и вот один из этих псалмов, вот, я очень люблю, и даже братья говорят, говорили уже одни раз, что это как и наш гимн тоже будет. Думаю, Мартин Людер Кинг был бы очень доволен. Значит, и псалмом такой, вот я как раз пел его там же. Верою от Бога, силою от Бога, мы преодолеем все, о-о-о-о, в сердце твоем вера сильна, с ним преодолеем все. Иисус Господь наш, Иисус Господь наш, с ним преодолеем все. О-о-о-о-о, в сердце моем вера сильна, с ним преодолеем все. Аминь. Аминь, аминь. Слава Богу. Вот, пусть Бог нас благословит. Будем славить Бога и в песнях, и на музыкальных инструментах. Я знаю, что наша церковь будет когда-то, я не знаю, но будет много очень музыкантов, и я делился уже не раз видением, которое я видел давно еще, в самом начале служения. Это было огромное количество музыкантов, одних скрипок там был целый ряд, не знаю, там сотни, наверное. Я таких оркестров, ну, вообще не видел даже, но в жизни не видел. Вот, так что, удивительно, конечно. Они славили Бога, благодарили Бога именно на музыкальных инструментах. Настолько хвала этого, ну, как написано же в Библии, да, хвалить Бога, там, на струнах, органе, там, значит, там, кимбанов громогласных, там, там, москвицами, все. Все дышащее, да, хвалит Господа. Аминь. Да, слава Богу. Да, слава Иисусу Христу, нашему Спасителю Господу. Вот, и в завершение служения сегодняшнего нашего собрания, вот, хочу прочесть из Божьего Слова, из послания к римлянам, тоже, но уже восьмая глава, слова, опять-таки, ну, и поделиться, ну, не знаю, это делюсь, но каждый раз я понимаю, что, знаете ли, что-то не высказано. Я прошу сейчас, ну, Бога о милости просто, пусть Божий Дух Святой, Он проговорит сейчас, потому что слова, которые Он говорит, это есть слова Дух и Жизнь. Знаете ли, это не просто слова, это Дух и Жизнь. И это не просто читаемые нами слова даже, да, вот, а это действительно сверхъестественные слова. И прошу сейчас сверхъестественного Духа Святого, Господь, благослови, и прикоснись к нам, ко всем, и проговори наши сердца. «Ибо все, написано, водимые Духом Божьим», это в кремлянам 8, 14 и дальше, «Ибо все, водимые Духом Божьим, суть сыны Божьей». Ну, сыны и дочери, понятно, да, сыны и дочери Божьи, дети Божьи, дети Божьи. «Суть сыны и дочери Божьей, дети Божьи». «Все, водимые Духом Божьим». «Потому что вы не приняли духа рабства, чтобы опять жить в страхе. Но приняли Духово усыновление, которым взываем Ава, Отче. Сей самый Дух свидетельствует Духу нашему, что мы дети Божьи. Аминь. И вот 15 стих говорится здесь, Ава, Отче, Ава. Сейчас, допустим, в современном иврите тоже Ава это папочка, папенька, это папуленька. Это то, что очень интимно, сокровенно, то, что внутри нас. И вот сегодня у нас уже 12 ноября, если брать библейский календарь, то сегодня 23 хешвана. Ну да, сегодня рано утром смотрю, ветер разогнал облака, и месяц, видимо, ну как бы уже сокращается, луна уже убывает уже. Вот, 23 число, сегодня хешвана месяца. Вот, и сейчас я прочту здесь, интересно. А, здесь нету, к сожалению. А, вот, календарь, сам. Да, а, следующее воскресенье уже будет первое число месяца Кислеев. Если брать лунный календарь, то последние недели сейчас идет, собственно, последние недели, да. Луна уже все меньше и меньше, потом уже маленьким серпиком становится и убывает. Да, и, а когда у нас начался месяц хешвана? Так, какого это было у нас числа-то? Если по октябрю. По октябрю было, да, с 20 на 21 октября, получается, было, да, у нас. Это первое хешвана. Вот, и вот в начале этого месяца хешвана, да, вот, с 20 на 21, я почему еще запомнил, потому что накануне как раз я молился, вот, накануне вот этого первого хешвана, да, это было завершение уже месяца Тешли, я молился. Знаете, вот, как-то вспоминали слова, обычно в еврейской традиции хешван, он, ну, считается таким неудачным месяцем, как бы, один из самых таких неудачных. Вот, даже есть такая, как бы, приставка такая, присказка такая есть, мар хешван. Мар это, по-русски, как бы, значит, горький, как бы такой, горечий, месяц горечи, ну, такой плохой месяц. Вот, и обычно много очень, если брать библейскую историю, библии тоже описано об Израиле, о царствах израильских, ну, обычно, так, внимание на этом не акцентирую, но, в принципе, евреи всегда акцентируют на это внимание, что так получалось, как раз на этот месяц попадали очень многие такие нехорошие происшествия в жизни Израиля и в жизни царей израильских, ну, так получалось, трагедии многие совершались. Да и потом, вот, за эти два тысячелетия рассеяния в жизни Израиля, уже в рассеянии, да, значит, тоже выпадало очень много нехорошего все время, почему-то именно на этот месяц. Поэтому такая уже, в народе присказка такая, как бы, такая же мар хешван. Но мудрецы древние еврейские говорили, интересно, что сейчас он горький, как бы, хешван, но, горечи, но придет время, когда он будет благостовенным хешваном. Я так рассуждал, потом думаю, надо же, интересно, но я понимаю, что наш Господь Иисус Христос, да, он есть действительно не мар, а бару хешван, то есть он, в нем есть благостовенный месяц. Любой месяц в нем благостовенный, любой день в нем благостовенный, и Господь наш, он освещает все время, вот, и так получилось, что накануне, как раз, вот, этого хешвана я, значит, молился, вот, новомесячие, молился, вот, такую молитву, что, говорю, Господь, говорю, да, он в народе считается мат хешваном, но, говорю, в тебе этот месяц, он бару хешван, то есть он благостовенный хешван, благостовенный месяц, вот, и все, и вот ночью мне снился сон, я пробудился даже среди сна, среди ночи, прямо, значит, знаете, запал, значит, и не мог уснуть от такого, знаете, возбуждения такого просто семейшего, просто я, скажу, слышал, не слышал, я до сих пор не знаю, но как будто бы тихий голос, как будто моя мысль, но это как будто тихий голос, который остановился тогда еще тише, проговорил вот три вещи в мою жизнь, три слова, я это не сразу понял, что это в мою жизнь, Но понял, что это что-то великое такое прозвучало. И это была как будто моя мысль, как будто слово. А затем, чуть тише, как будто бы подпись. Знаете, вот я так это воспринял. Мне так показалось, как подпись. И первое слово такое было. Я был уверен, что во сне я тоже это видел, тоже слышал это, но я не могу вспомнить. Но уже прослушившись, я это точно слышал. Волос, не волос, мысль, не мысль. Я люблю тебя всегда. И потом тише уже. Твой небесный папочка. Потом второе слово. Я искупил тебя. Твой брат Иисус Христос. И потом третье слово было. Я всегда с тобой. Божий Дух Святой. Знаете, вот. И я это записал даже. Сразу записал. Вот. И хотя я понимал, что я это не забуду точно. Но записал. Даже тогда же выставлял в сети социальные. Значит, там, значит, на фейсбуке. Значит, мне там уже братья пишут, что батюшка не спится. Я говорю, да, попробую сни, когда вот такое здесь произошло. Я говорю, я хочу этим сразу поделиться. Мне аж прэ. Она делает все это из меня вот так вот. Вот. Значит, я не могу это не поделиться этим просто. Вот. И действительно, вот сейчас уже последняя неделя этого хешвака получается. До шабата. Последнюю субботу. Вот. И я хочу этим снова и снова поделиться в надежде на то, что каким-то образом Бог это и в моей жизни, и в моем сердце, и в ваших сердцах, в ваших судьбах как-то это раскроет. Вот такие три слова. И понимаю, что, конечно, это вроде все понятно и все вроде объяснимо. И сам об этом говорил много раз и понимал это все прекрасно и, казалось бы, до этого. Но, понимаете ли, когда это все прозвучало, вот как оно прозвучало, то я просто не могу этим не поделиться с вами еще раз. Пать и пать, что называется, снова и снова. Пусть Бог благословит всех нас во имя Иисуса Христа. Вот так вот. И, знаете, всегда, что вы любимы Господом, вот, наверное, так вот в этом смысл был того, что прозвучало, всегда понимать, знать, что Отец, Он очень любит нас. И Он Папа наш, и, как вы здесь в посрании к Риме нам, да, Ава, значит, это Отче. Ну, Отче, это, понятно, Авина, да, Ава, это Папочка, Папульник, Папенька. Вот, и что Он всегда любит. Вот, и второе, что Он искупил нас, да, получается, всех, да. И Он наш Брат Иисус Христос. Вот, и Он всегда с нами. Он Дух Святой, Божий. Вот эти три слова, они... Ой, я надеюсь, что вот еще неделя остается, может, Он, Господь, как-то мне это все растолкует получше, как-то разъяснит мне лучше это все это, потому что я, честно говоря, сам до сих пор в неком таком легком замешательстве. С одной стороны, все понятно, но я в ожидании разъяснений. Я знаю, что если Бог что-то открывает, Он это все поясняет четко и ясно и понятно. Ну, а то, что разъяснится, уяснится для меня, то я обязательно поделюсь с Вами, со всеми. Вот, а сливочное воскресенье уже, получается, первое число уже месяца, который по традиции называется Кисляр. Кисляр. Значит, этот месяц, он месяц Хануки, месяц обновления. Потому что 25-й, где слева, это Ханука, и потом неделю свою Ханука. Ханука, это в Новом Завете лишь один раз упоминается этот праздник. Это в Евангелии Артеана, в 10-м разделе, это 10-й глава, 22-й стих и дальше. Ну, или, в общем, 10-я глава раскрывает как раз это вот, как раз это время. Зима, была зима, и написано, ходил Иисус в притворе Соломоновым, и был праздник обновления. Ну, праздник Хануки. Вот, потому что Ханука, это слово, означающее обновление. Также это слово переводится к новоселье, но имеется в виду не просто новоселье, а имеется в виду, значит, как бы новый старый дом. То есть, это имеется в виду, когда вот твой дом, допустим, ты полностью его, или квартиру, полностью отремонтировал, и снова в нее въезжаешь. Твоя старая квартира, потому что ты полностью ее все перестроил, сделал нам ремонт, и она совершенно как новая, она обновленная. Вот, поэтому праздник обновлений можно назвать еще, праздник именно новоселья в обновленной доме, обновленной квартире. Вот, и имеется в виду, конечно, вот то, что описывается как раз именно в Писаниях, обновление Божьего Храма, собственно. Вот, слава Богу. Вот, и, ну, более подробно, конечно, о Хануке рассказывают неканонические писания, которые есть в православной католической Библии, значит, да, значит, неканонические писания. Это книги Маковейские. Книги Маковейские рассказывают о том, что произошло накануне пришествия Иисуса Христа, исторически, лет за 150-м до Иисуса Христа, 170-180 лет до Христа. Значит, когда Израиль оказался порабощенным, вот, греко-сирийскими завоевателями, вот, греки, в общем-то, искреняли веру очень жестко, значит, одно время мягко стелили, да, потом жестко было спать. Вначале все было так вот, по-добру, по-здорову, а потом, значит, как говорится, начали за здравие, а потом через рукопой. Начали все лещавое, очень хорошо, туда-сюда, мол, вы, евреи, люди умные, должны понять, как бы, это общая эллинская культура, общие достижения. Давайте будем вместе, все хорошо было поначалу, а потом было очень жестко все, конечно, потому что, когда евреи показали свою неизговорчивость и показали, что Божье Слово все равно будем чтить, изучать, несмотря на запреты, будем держаться в правил Библии, норм Торы, то здесь уже, конечно, запили песню оккупанта другую совсем. Вот, и было очень жестко, конечно, все. Людей казнили, значит, направо-налево священников, и храм был осквернен греками, вот, специально завели стадо свиней, туда, значит, в храм, вот, резали свиней и свиной мясо вложили на, значит, жертвенник Божий, свиной крови окропляли храм, поставили истуканов там, специально, Зевса идол, и был Антиох, и Епифан, и другие истуканы поставили прямо в храме, вот, святое, святых святое было сквернено, вот, завоевателями, Антиохом и Епифаном, этим завоевателем, значит, и это были дни очень, ну, печали огромной. Вообще, Израиль, по сути, ну, греки считали, что Израиль уже побежден, все, и уже никогда не больше не будет провозглашаться веры Авраама, Исаака, Якова. Тора была запрещена по страху смертной казни, изучение Библии было запрещено, кашрут, значит, обрезание, ну, все было запрещено, все, что связано было с религией, да, верой Авраама, Исаака, Якова было запрещено, с Моисеевым и Законом все было запрещено. И, знаете, тем более, что, значит, среди евреев нашлось очень много предателей, очень много евреев, значит, пошло, по сути, в новую веру, вот, именно в языческую веру, вот, там, значит, как говорится, корзину печеньев и бочку вареньев там обещали всем, вот, евреям-плохишам, значит, но, слава Богу, значит, нашлись и евреи, такие, мальчишеньки-мальчишеньки, значит, хорошие, нашлись такие макавеи, евреи, их назвали макавеи, от еврейского слова макавеи, ну, одним словом, началась реформация, одним словом, возвращение, как раз, именно, к библейским основам веры, была война, конечно, вот, такая очень жестокая война, значит, и евреи победили, слава Богу, Господь совершил чудо, вот, и там было уже, ну, простите, уже даже дураку было ясно, что действительно это Бог совершил чудо, потому что евреев было меньше, чем завоеватели, и они были вооружены слабее, и, в общем-то, не имели военной подготовки достаточной, а против них выдвигались регулярные войска, наемных головорезов, и освобождение Иерусалима, это было вообще отдельной эпопеей чудом, просто на ура взяли, знаете ли, значит, евреи снова город возвратили, вот, всех идолов раскромсали, раскололи, и, значит, и возобновили служение, и знаком таким, того, что Бог, Он благословил, именно этим чудом нас, было то, что, значит, минора, храмовая минора, вместо одного дня горения, она горела, сверхъестественно, на протяжении восьми дней, и поэтому, вот, праздник Хануки, обновление, зажигается минора, вот, такая девятисвешная, такая, необычная форма, вот, не семисвешная, а девятисвешная, Хануки называется еще одна, вот, такая вот, краткая история такая, вот, того, что, значит, на Хануку вспоминаем мы, вот, и Иисус именно на Хануку сказал, вот, это величайшее откровение свое, о себе самом и о информации о Хануке, собственно, об обновлении, Евангелие Таана 10.30, там написано как раз, «Я и Отец одно», «Я и Отец одно», целое. Греки называли, кстати, это эллиутропиум, соотношение Божьей воли и человеческой воли, но здесь не просто даже о воле, а вообще обо всем, то есть мы единство с Творцом. Господь, благослови нас во имя Иисуса Христа, Боже, благослови Господь, и пусть, Боже, наше единство будет с Тобой всегда непрестанным и единственным Господь Божий, и пусть прославляется Твое Святое Имя в наших судьбах, в нашей Церкви. Аминь. 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 Слава Богу, друзья, братья, сестры. А может быть, вот, отца Андрея попрошу, может быть, споете песню?